Я сегодня начну с очень простой истории о ядерной войне. Представьте себе, что в 50-е, 60-е, 70-е годы прошло век, так оно и было. Гонка вооружений, и Советский Союз намеревался на весь мир расшириться, объявить войну Соединенным Штатам, забросать их ядерными бомбами и так далее. К счастью, эти планы так и не были реализованы, но мир был действительно близок к тому, чтобы была ядерная война. Тогда на полном серьезе обсуждали такую идею. Имеются бомбопрежища. Когда начнется ядерная война? Надеюсь, никогда не начнется. Но, тем не менее, были проекты о том, чтобы ее когда-нибудь начать в прошлом веке. Тогда их строили, активное бомбоубежище. И, соответственно, у математиков возникла такая задача. Есть бомбоубежище, и в два раза меньшее другое бомбоубежище. Толпу людей легко делить на две равные части. Вот представьте себе, если у вас по какому-то коридору идут люди в большом количестве, то вы можете просто взять, поставить здесь разделительный какой-нибудь щит, и у вас они спокойно пойдут половина налево и половину направо. Итак, мы умеем легко делить толпу пополам. При желании, то, что получится, тоже легко поделить пополам. И еще раз пополам, и еще раз пополам. Какие числа при этом могут получаться? Значит, здесь единица, здесь одна вторая, здесь одна вторая. Здесь поделим пополам, получится по одной четвертой. Здесь тоже поделим пополам, получим по одной четвертой. И свободно можно получить одну восьмую, одну шестнадцатую. Задача, как получить одну третью. То есть, каким образом направить третью часть потока сюда, а две третьих сюда. Вопрос совершенно неправный. Потому что, когда будет, ну, ничего не будет, вы знаете, никогда, но, когда планировали, что начнут ядерную войну, то, понимаете, вопрос должен идти на минуты. Потому что, если Советский Союз там наносит ядерный удар, то, ну, через, там, не знаю, через полчаса он должен, или, там, через 20 минут, он получит ответный удар, правильно? Поэтому нужно огромные толпы людей, буквально за какие-то минуты было загнать, кстати, бомбоубежище. А бомбоубежище, оно ведь как? Оно имеет очень маленькую дверь. Правильно? Потому что, если вы сделаете большую дверь бомбоубежища, то взрывом ее, собственно, выбьет, и ничего не будет. Дверь маленькая, она должна очень плотно закрываться. Поэтому, вообще, войти в бомбоубежище не так уж и просто. В большой толпе очень трудно войти. Значит, требовалось придумать эффективный способ заполнения этих самых наших убежищ. Никто не знает, как эта задача была решена. Слава Богу, только в теории. Как получить одну треть, если мы легко можем получить одну вторую, одну четвертую, одну восьмую? Да? Ну, сначала на три части, а потом, чтобы здесь соединить. Нет, стоп. А как на три части? Если вы мне предложите такой способ, как коридор, а в нем поставить щиты, вот так вы хотите? Ну, а потом все длины. Смотрите, чем этот способ плох. Очень трудно правильно отрегулировать эти самые толщины. Вы поймите, во время войны любое решение должно быть очень простым. Конечно, в нормальное мирное время, когда у вас идет большая толпа людей, можно сделать так, сказать, пожалуйста, остановитесь. Мы сейчас каждому из вас дадим билетик. Выпишем, да? Вот, значит, постойте здесь часик спокойненько. Каждому напишем один, два, три. Вот те, кому написали один, пройдете туда. Те, кому написали два, пройдете туда. Три, пройдете туда. Понимаете? Не пройдет и суток, и они у вас все спокойно, тихонечко, куда надо, прошли. Но расчет-то был именно на военное время. И расчет был на толпу, которая не вполне адекватна. Я могу объяснить. Представьте себе, что сейчас вдруг раздастся вой сирены и крикнут «Срочно всем бежать в бомбоубежище!» Скажите, вы знаете, куда вы побежите? Нет, в бомбоубежище. Очень хорошо, вы не знаете. Поэтому вы сначала будете носиться по улице в поисках. Предположим, что где-то вы услышите громкоговорителя, который будет вас призывать «Здесь бомбоубежище!» Вы побежите туда. А еще если учесть, что у вас будет с собой маленький ребенок, у вас будет с собой еще больная бабушка, и вот все это хозяйство вы потащите, и это все надо сделать за пять минут, потому что через пять минут уже будет взрыв. Нет, я не думаю, что вы будете очень адекватны и будете готовы ждать, пока вам выпишут билетики, на руки и объяснят, куда идти. Решение должно быть примитивное. Понимаете, когда идет толпа и встречает один щит, она это поймет. И половина пойдет туда, половина туда. Это нормально, это люди поймут. А когда они здесь увидят какое-то сложное устройство, на три части расходится, тут подъехнет такая пробка, люди будут не понимать, куда идти. И так, ребята, все должно быть просто. Вообще, главное достоинство любого военного решения, оно должно быть простое. Вот чем замечательно древнее метательное орудие проща? Берешь камень, крутишь, отпускаешь, он летит. Ударяет врага полбу. То же самое, автомат Калашникова. Несколько деталей стреляет. Нужно так. Нужно такое же понятное, простое решение. Идея поставить солдата, который будет говорить налево, направо, направо, налево, направо, направо, казалось бы, хорошая. Только проблема в том, что этот солдат обязательно перепутает. И в два раза больше народа пойдет куда-куда наше. Потому что солдат тоже будет под впечатлением всего этого. Нет, пополам, понятно. Понимаете, если предел пополам не так, а так, то это все равно то же самое. Вот должна быть такая простая конструкция. Не слышали? Как решили? Если есть устройство, которое позволяет легко делить пополам, так, давайте я не буду рисовать эти коридоры, а буду рисовать просто такую линию, и так будет быстрее. Итак, вот отсюда идет толпа. Мы умеем ее делить пополам. Дальше. Эту толпу мы тоже легко можем делить пополам. Здесь идет толпа единица, здесь уже у нас одна вторая, здесь одна вторая, здесь, естественно, одна четвертая. Отлично. Ну, и что теперь? Как создать? Поток в два раза более мощный в одном обе убежище, чем в другом. Может быть, проход в два раза больше сделать? Когда вы делаете проход в два раза больше, у вас количество людей, на самом деле, увеличится не в два раза больше. Это известный эффект, потому что, когда есть узкий проход, то люди начинают отстенать и задевать. Мне нужно в точности, и, правда, я же говорю про математическую конструкцию. Все эти слова насчет ядерной войны, надеюсь, вы понимаете, что серьезного значения не имеют. Требуется просто научиться получать одну треть из дробей со знаменателем 2, 4, 8. На первый взгляд это вообще невозможно, потому что сколько ни дели на двойку, будешь получать только числа вида 2, 4, 8, 16, 32, степень двойки. А нам нужно, чтобы на знаменателе была тролль. Да? Я думаю, что надо разделить дорогу на 24 части. И потом разделить на 3, получается, что 8 путей пойдет к маленькому бункеру, а 16 к большому. Как на 24? Поймите, у нас устройства для деления умеют делить только пополам. Я вам уже объяснил, что даже на 3 части я не хочу. Я хочу обойтись примитивными устройствами. Поймите, пожалуйста, по-настоящему надежно работает только простая конструкция. Я говорю, что даже на 3 части я боюсь делить, боюсь запутать людей. А вы говорите, раздели на 24. Нет, такого не бывает. Садитесь. А надо чтобы она часть была в 3 раза больше другой или в 2 раза? В 2 раза больше другой. Потому что в 3 раза больше другой очень легко. Достаточно отправить это сюда, а вот эти слить в один поток. Это, естественно, будет 1 к 3. А нужно 1 к 2. Лучше всего представить себе так. На вас мчится поток машин. Вы легко можете его разделить пополам. Согласны? Просто пусть они мчатся по широкой дороге. Вы берете в середине, ставите листик. Ух, разделились пополам. Еще пополам поделить. Легко. Задача построить такую систему, чтобы эти автомобили в некоторый момент выяснилось бы, что мчатся в отношении 1 к 2. Казалось бы, это невозможно. Казалось бы, это невозможно, а на самом деле возможно. Только для этого надо проявить решимость и ввод. Подсказка. Никаких делений, кроме тех, что уже нарисовано, не потребуется. Догадалась? Покажи, выйди. Тогда будет 1 к 3. Пойми, пожалуйста, 1 четвертая плюс 1 вторая, это 3 четвертых. 1 четвертая в 3 раза меньше, чем 3 четвертых. Это 1 к 3. Я честно скажу. Что? Можно сделать бесконечный маршрут, пустив этих людей сюда, этих сюда, а этих, пустив обратно в первый туннель? Ну, никакого бесконечного маршрута. Нет, но это решение. Действительно, 9. Давайте я вам объясню, как можно было догадаться до этого решения. Дело в том, что вот это в 2 раза меньше 1 четвертая, в 2 раза меньше 2. Поэтому, если бы вы взяли эту 1 четвертую, аккуратно направили бы в какой-нибудь водопад, или еще куда-нибудь, откуда они уже не вернутся, то задача была бы решена. К счастью, никакой ужас такой не нужен. Потому что совсем не нужно их уничтожать. мы можем взять и пустить их вот по такой дороге. Поняли? Это же так просто. Машины мчатся. Ну, а потом дальше как? Будет все время вот этот круговорот? Никакого круговорота. Смотри, машина мчатся. Сверяется, что 1, 2, она переходит сюда. Сверяется, что 1, 2, она переходит сюда. После этого, сверяется, что 1, 2, сюда. И сверяется, что 1, 2, сюда. В результате, сверяется, что 1, 4, она пошла сюда. Присоединилась на вторую попытку. Нет, нет, нет. Если вы думаете, что она навсегда так будет, вы ошибаетесь. Потому что каждый раз, с вероятностью 75%, она все-таки уходит. И только четвертая часть машин идет на второй круг. Вы не понимаете, да? То есть, сначала идем все, только четвертая часть делает такой оборот. Неожиданно обнаруживает, что так странно все устроено. Потом опять идем, и четвертая часть идет сюда. Ну, скажите, смотрите. Да, но машины разбеглупые, чтобы обратно в этот проход нести. Правильно. Действительно, если речь идет в условиях мирного времени, то тогда возникнут проблемы. Потому что они могут друг другу рассказать, что вот сюда не надо ехать. Но в условиях военного времени все решается просто солдатом с автоматом. И он объяснит, что давай туда-сюда, туда-сюда. В военное время все решается просто. Так, значит, про одну треть я рассказал. Теперь реклама журнала. Значит, ребят, это «Квантик», который предполагается, что будет выходить каждый месяц. Как, собственно говоря, должен был выходить «Квант» и выходил много. Первые 20 лет своего существования. Вот мы пытаемся сделать журнал «Квантик». Сейчас несколько задач из него. Значит, я передаю вам страницу седьмая задача о ведрах. Значит, требуется прочитать и посмотреть картинку. Прочитать и посмотреть картинку. Значит, на доске, разумеется, я так хорошо, когда художники нарисуют, но примерно нарисую. Значит, ребят, такое самое обычное, самое дешевое ведро выглядит следующим образом. Я, конечно, не рисую ручку, не рисую то, что оно объемное, но смысл такой, согласны? Пожарное ведро выглядит более странно. Кроме таких ведер, конечно, в расцвете есть еще много самых разных. Например, бывают цилиндрические ведра. бывают ведра, точнее, не ведра, а такие бидоны. Бывают? Да. Что ж мне не получается, на эти слова? У вас не было. Так, вообще, все, вы поняли смысл. Смысл вы поняли, да? Вот, бывают такие, такого типа фляги, да? Много еще разных, странных, бывает, сосудов, но самое дешевое, самое простое такое ведро. Вопрос, почему? Казалось бы, делать такое ведро столь же легко. Вот, например, почему не делают петра такого вида? Берешь, наливаешь воду аккуратно сюда. Мне кажется, воздух бы не давал пару. Не так быстро. Вот проблема с попаданием в воздух. А если достаточно широкая, то нормально. Можно объем маленький, в зависимости от... Нет, ну, на самом деле такое ведро будет удивительно интересно поднимать. Потому что, на этом мы вести себя крайне нетривяемно. вероятность облиться, закрутиться будет немала. Ну, хорошо, ладно. Ребята, идеи закрученных в рог, которые там нарисованы, тоже их удивительно трудно мыть. Представьте, если это закрученное ведро, то, когда стряпка не проливит, я понимаю. Кстати, вот такое ведро, которое там тоже нарисовано, вот эти свойства тоже обладают. потому что туда налить, конечно, не проблема. И даже с устойчивостью в него все замечательно. Более того, я видел физические такие приборы, действительно, примерно такого типа. Но ему удивительно трудно мыть. Потому что в это горлышко, налить воду и вылить можно. Сейчас я ставлю перед вами два вопроса. Вопрос номер один. почему пожарные используют ведра такой странной формы? Потому что легче выливаться быстрее. Вы что, неужели из этого ведра она будет выливаться легче, переворачивать. Переворачивать легче. А, это правда, потому что переворачивать придется, скорее всего, над огнем. Да, действительно, переворачивать такое ведро легче. Это одна причина. еще. Может быть, она меньше весит? Я бы не сказал. Дело в том, что она металлическая. Как раз здесь воды почти нет, а носик он из металла. Дальше. Соображаем. Почему пожарные используют вот такие ведра? А, может быть, другие ведра сгорят а это нет? Да. Может быть, их можно компактнее сложить? Пожарные ведра. Ну что, вообще-то разумно. Действительно, вы можете много таких ведер уложить в стопки. Так же, как и верхний хлеб. Все, догадались. Догадались. Значит, ребята, тут однажды, в истории, когда я пришел в этот кабинет, здесь был из-за на первую баку может есть, гораздо лучше. Там был изрядный гадюшник. Давайте я покажу, что осталось от наших путешественников здесь. Вот, они позаботились о нашем занятии сегодняшнем. занятии. Смотрите, они нам наглядное пособие оставили. А именно стаканчики. Чем замечательны стаканчики? Они дешевые. А почему они дешевые? Потому что не только производство каждого стаканчика довольно недорогое, но их очень удобно хранить и перевозить. смотрите, они в виде такой вот длинной-длинной штуки. Правильно? Делаются. Между прочим, где в реальной жизни еще используется такой эффект? Божарников. Нет, если честно, у пожарников есть еще одна прозаическая, если честно, самая главная причина, почему у них все такие. Не более заметно. Чтобы не украли. Потому что в домашнем хозяйстве использовать такое ведро. Удивительно неудобно. Представь себе, если ты пойдешь мыть полы с таким ведром, что тебе придется как-то вбивать его в пол этим острым кольцом. На полу уже останутся. Нет, в общем, с полой им явно неудобно с помощью него. Так вот, где в реальной жизни еще очень активно это используется? Студья. Студья. Что еще? Ну, мебель такая вот, вдвижная мебель, я понимаю. Тарелки всякие, одно в другое. В магазинах это используется? Да? В магазинах это используется для таких тележек. Правильно, совершенно верно. Тележки одна в другую вставляются, знаете? Вот, отлично. Есть такая штука как Икея. Там эти эффекты используются страшной силой, потому что они все время пытаются что-нибудь во что-нибудь вставить. Вот, это просто не пунктик. Так, хорошо. Хорошо. Значит, давайте на этом с бедрами хватит. Имеется совершенно замечательная бутылочка с водой. Я сегодня пришел бутылкой сюда. Ну, большую часть я выпил, это правда, но сейчас не важно. А важно другое. у нее вместимость поллигра. Представьте себе, что я увеличиваю все ее размеры в два раза. Скажите, пожалуйста, какая тогда будет вместимость бутылки? 4 литра. Да? 2 литра. 2 литра. Это неверно. 4. Потому что надо в два раза увеличить так, так и так. По всем трем измерениям. Дважды, дважды. 2, это 8. 8 умножить на пол-литра, это 4 литра. Хорошо. А теперь, ну, 4 литра слишком много. Давайте по всем направлениям увеличим, но не в два раза, а, ну, понятно, подберем как-нибудь так, чтобы объем увеличился, именно объем увеличился в два раза. Вопрос. Скажите, пожалуйста, получим ли мы тогда форму бутылки вместимостью в два литра? Вы знаете, что в магазинах продаются бутылки с водой самого разного объема. Бывает литр, бывает 1,25 литра, полтора литра. Так вот, да, да, да. Скажите, пожалуйста, как они устроены? Получаются они одна из другой увеличением в определенное количество раз, или же там какая-то другая закономерность? как вы считаете? Так вот, ширина увеличилась не только в высоте, еще и в ширине. Все правильно. Нет, нет, конечно, надо увеличивать все три. Но вопрос, правда ли, что просто все размеры увеличиваются? Так, у меня есть проект. я хочу стать самым успешным автоконструктором. Рассказываю, как это я собираюсь делать. Беру какую-нибудь самую лучшую немецкую машину и на чертежах пишу все размеры увеличить в одну целую две десятых раза. Заметьте, не надо ничего пересчитывать. Общий приказ все размеры увеличить в одну целую две десятых раза. Скажите, пожалуйста, я при этом получу хорошую большую машину? Вы получите то же самое немецкую машину? Как то же самое? Если все размеры увеличить? По ее функциям. По функциям, да, но по объему это будет больше. Слушайте, про машину БелАЗ, знаете? БелАЗ это грузовик, который возит действительно большие грузы. Вообще, у меня детство прошло в городе Стролитамах в Башкирии. Там есть содовый завод. Придете домой, на кухне посмотрите пакетик с пищевой содой, на нем написано город Стролитамах. Честно, у вас у каждого на кухне мой город есть. Мой родной город есть просто у каждого из вас. Это не случайно, потому что там просто единственный в нашей стране содовый комбинат. Поэтому вся сода, она тут же. Так вот, производство сода устроено так. Добывают сначала известняк на горе Шахтау. Это есть такая около Стролитамака, гора Шахтау. Она была очень высокая. Кстати, я видел, как по мере того, как я рос, эта гора постепенно уменьшалась. Я уже давно не был в городе, но, наверное, она стала еще меньше теперь, на несколько метров. Так вот, там пробуливается дырочка, маленький взрыв, получается камни, большой экскаватор, нагружает то ли сорокатонное, то ли даже более вместительное. БелАЗ это машина, которая может возить несколько десятков тонн. БелАЗ белорусский автозавод. Он научился делать такие гигантские машины. Так вот, я сейчас расскажу, как можно легко составить ему конкуренцию. Скажите, в Москве много пятитонок ездит? Довольно много. машина, которая может легко увезти пятитонный груз, на улице Москвы стоит легко. Я заказываю чертежи этой машины и отдаю приказ увеличить все размеры в два раза. Ну, или ладно, сам даже могу сделать. Все размеры увеличить в два раза. что произойдет с грузоподъемностью? Увеличится в сколько раз? Восемь. Увеличится в восемь раз. Ребята, это замечательно. Восемь умножить на пять как раз сорок. Так что зря они мучились. Надо было просто детали обычного хорошего грузовика все сделать в два раза больше по размерам и все получится. Или есть какая-то ошибка? почему когда автоконструкторы делают машину чуть-чуть побольше они говорят что нам нужно заново разрабатывать все чертежи. Казалось бы, ты увеличишься размерами? Да? Может быть, там с сиденьями? С сиденьями. Ну, это я понимаю. Конечно, увеличивать в два раза размер руля это интересно. это неожиданно. Да что? Но мы же можем именно там, где водителя не увеличивать. Просто оставить пустое пространство. А как тогда этот двигатель? А двигатель увеличить? Нет, от водителя в основном уже идут электрические команды, а не то, что он сам. Да? А машина на нормальной дороге такая уместится? А белас по нормальной дороге не ездит. Белас он ездит вот там по горе от места, где добывают камень до завода. Знаете, на нормальной дороге у него совершенно нечего. У него колесо выше, чем я. Кстати, Так, ребята, я сейчас начистое воду выведу. Я помню, что у Беласа колесо выше, чем я. Смотрите, берем нормальное колесо грузовика. оно же не такое большое. Увеличиваю его в два раза. Это проклятые белорусы, чтобы получить лишние деньги. Придумали какие-то такие гигантские колеса, а на самом деле могли обойтись, ну конечно тоже не маленькими, но в два раза увеличить колесо. Или не могли? Не могли, не выдерживали. Ну, не выдерживали. Потому что вес был пришелся на вес 8 больше. Лучше соприкосновение с землей соответственно не 8, а 4. Все, было это решение. Вы слышали, все это? Давайте я объясню это решение. Объясните проще все так. Кто элегантнее выглядит? Муравей или слон? Муравей. Муравей у него тело вполне себе такое солидное, если его увеличить много раз. А ножки крохотные такие палочки. Вот уж кому в балете выступать, к этому муравью. Посмотрите на балерину и посмотрите на слона. Ноги такие широченные. Даже если слона уменьшить по размерам, сделать его размером с муравья, то будет видно, что ноги непропорционально большие. Когда берешь крупное животное и уменьшаешь, то получаешь маленькое по размерам, но с какими-то непропорционально здоровыми ногами. Это не случайно, потому что мы с вами сейчас только что сказали. Если изменить все размеры в два раза, то вес увеличивается в восемь раз, а площадь только в четыре раза. Поэтому смотрите, что происходит. если вы колеса увеличите в два раза, то площадь их соприкосновения с землей действительно увеличится в четыре раза, а вес увеличился в восемь раз. И поэтому придется двойную нагрузку колеса выдерживать. Поэтому придется на самом деле количество колес увеличивать в два раза. Или сами колеса делают существенно больше. Смысл поняли? муравью хорошо, потому что при уменьшении размеров вес увеличивается. Скажем, размер уменьшили если в десять раз, то вес уменьшился в тысячу раз, а то, что нужно площадь соприкосновения только в сто раз. Поэтому действительно ножки муравья по сравнению с его телом действительно очень-очень тонкие. И так собственно у любых животных. Можете просто посмотреть фотографии животных и задуматься. Такой закон действительно обязательно выполняется. И где еще? А так все-таки бутылки как ответ? Подобные или не подобные? Бутылка из-под пепсиколы пол-литра и бутылка из-под пепсиколы 2 литра. Они отличаются только формой или же они отличаются только объемом или же форма тоже. Понятно, что дно лопнет. Да нет, психола это вам не белаз. Не лопнет она. Не лопнет. Проблема не в этом. Как наглядно объяснить, что бутылки не подобны? Что нельзя просто изменением размеров, всех размеров в несколько раз. Ой, слушайте, ребята, я вам рассказывал историю про дверь во втулку этого самого вентилятора. Давайте расскажем. Это было в первый день моей учебы на михомоте. Там решили устроить для нас, для студентов такой праздник и с обзорной лекции выступили несколько преподавателей пожилых, в том числе и мне запомнилось выступление механика. Он рассказал следующее, что когда он только что закончил, тогда это не михмат назывался, но в общем высшее учебное заведение и попало на работу, то никаких сервисов не было и естественно огромную долю работы любого инженера, а уж молодого так практически все в рабочее время на это уделялось, это было копирование чертежей. Сейчас легко положил чертеж, нажал кнопку, не столько копий и все. А тогда это была действительно изнурительная работа. И это же нужно точно делать, чтобы чертеж качество не ухудшил. Ну хорошо, он понимал это, пришел на работу первый рабочий день, ему дают пачку чертежей, говорят, надо скопировать. Он берет первый чертеж, ставит копировать, читает подпись, дверь во втулку вентилятора. Взрывается, бежит к начальнику и говорит, что слушайте, ну я, конечно, молодой, я, конечно, сегодня пришел только первый день на работу, но не надо же мне такие проверки устраивать. ну слушайте, ну что это такое, ну какой идиотизм вы заставляете меня рисовать? Чертеж двери во втулку вентилятора. Я ответил на начальник человеческим голосом, молодой человек, куда вы устроились работать? обстроился он работать в институт, который занимался аэродинамикой. То есть брали самолет, ну собственно и по сей день такие институты есть, обдували его потоком воздуха и смотрели где что. Это чрезвычайно важно для авиации, да и не только для авиации, понимать, по каким законам разные поверхности обдуваются воздухом, но без этого самолетов просто бы не было. А теперь подумайте, молодой человек, если у вас есть самолет и его надо обдуть потоком ветра, какой должен быть вентилятор? Представили, какого размера должны быть лопасти этого вентилятора? Замечательно. А вы понимаете, что такие вот метров по 20 лопасти должны вокруг чего-то вращаться? Вот это и есть та самая втулка. А вы понимаете, что эту втулку надо ремонтировать? А чтобы ремонтировать, надо, чтобы рабочие внутри нее могли ходить. А как они будут там ходить, если в этой втулке не будет двери? Вот вам и поправили, дали чертеж двери, дверь во втулку вентилятора. С тех пор он понял, что не надо ничего удивляться, и такие вещи тоже бывают. При изменении размеров вдруг может появиться необходимость построить именно дверь. в этой втулке. Вот так вот.